Комитетом Законодательной палаты Олимаджриса по вопросам охраны здравоохранения заслушана информация Министерства здравоохранения о проводимой работе по исполнению целевых индикаторов бюджетных расходов и программ развития на 2022 год. В фокусе внимания системная работа по выполнению целевых показателей, утвержденных постановлением о мерах по обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год. Парламентарии акцентировали внимание на расходование денежных средств, выделяемых в рамках реализации программ по борьбе с распространением заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека. На программу вакцинации детей на первое полугодие текущего года выделено 169 миллиардов 600 миллионов суммов. Все они освоены на 100%. На текущий год на программу раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей утверждена сумма в размере 58 миллиардов 1 миллиона суммов. Из них на первое полугодие выделено более 57 миллиардов суммов. Плановые показатели выполнены на 98%. В частности, по оказанию медико-социальной помощи детям, страдающим наследственно-генетическими заболеваниями, выделено порядка 95 миллиардов суммов, а по оказанию нефрологической и гемодиализной помощи более 100 миллиардов суммов. В ходе отчета было выявлено о неполном расходовании этих средств. 28 миллиардов 400 миллионов суммов выделено для реализации программы по обеспечению лекарствами больных эндокринологическими заболеваниями. Однако и здесь выявлены недостатки. За отчетный период уже необходимо было использовать 9,5 миллиардов суммов, но за 6 месяцев освоено лишь 2 миллиарда 1 миллион суммов. В процентном соотношении план работ выполнен лишь на 22%. Ежеквартально проводится анализ использования этих индикаторов. И надо сказать, что мы в законодательной палате также ежеквартально вводим практику мониторинга и заслушивания руководителя Министерства здравоохранения по использованию этих целевых индикаторов. Подверглась критике и работа по внедрению системы электронное здравоохранение. Значительно отстают от сроков сдачи ряд и других программ. Говорилось и о том, что предоставленная информация не совсем точная, а в некоторых случаях даны и вовсе устаревшие сведения.